Храбрый Жебженей Парень Жебженей был, говорят, одиноким сиротой. Когда-то давно на его отца и мать напали богачи, на Йоны и угнали вместе с их скотом. Только их единственный сын уцелел в уторе яме для дымления кожи, чтобы богачи, на Йоны не угнали его. Отец с матерью спрятали сына в этой яме у очага. Парень подрос, стал охотиться и добывать себе пищу. Ничего-то у него не было, ни одежды, ни еды. Наготу свою прикрывал заячьей шкурой. Так и ходил. «Кто такие, твоя мать с отцом?» – спрашивали у него. «Отцом мне приходится высокий утес. Матерью яма у тари», – отвечал он. Парень вырос, возмужал. Когда повзрослел, он подумал. Из одной головешки костер не разгорится. Из одного человека семья не выйдет. Нужно суженую искать. На юге-восточной стороне жил некий Шаралда и Морген, учитель. Жабжанэ отправился туда, чтобы узнать у него, в каком доме живет ему суженая. Добрался он до Шаралда и Моргена. Стоит дом без дверей и без урхэ. «Если есть урхэ, распахни. Если есть дверь, открой. Не откроешь. Прострелю на вылет», – говорит парень. У него был лук со стрелами. Еле-еле отыскал вход и проник внутрь. Шаралда и Морген, превратившись в желтого пестрого змея, лежал у своего очага. Трижды его опоясав. «А-а-а», – произнес он и поднялся. Когда он встал, парень рассказал о том, что его привело к нему. На северо-западной стороне живет Лабандухан. Его дочь Лапша-Гуа-Красавица, – сказал Шаралда и Морген. «Даже я до нее доберусь. Ведь у меня нет коня», – говорит парень. «Однажды, охотясь, как всегда в тайге, чтобы добыть себе пищу, жебженей нашел двухлетнего рыженького жеребенка. Вырастил из этого жеребенка коня. Стал он ярко-рыжим конем. По семь лет усталости незнающим сел на него жебженей и отправился на северо-запад. На пути своем встретил доярок Лабандухана и старого пастуха пасшего телят. И спрашивает у него, – у хана есть дочь? – Есть. – Что ты у хана делаешь? Я ханских телят пасу, а вечером пригоняют коров, доят, потом доярки моют ведра, а я пью эти ополоски. Когда женская дочь ложится спать, я лежу ей пятки, пока она не заснет. Вот. Парень переоделся в одежду пастуха и погнал телят. Погнал их, когда вымыли ведра, выпил ополоски. Пока ханская дочь нежилась под собольим одеялом, наслаждаясь под выдровым одеялом, подошло время лизать ей пятки. А жабженей, оказывается, взял с собой телячий язык, мягкой его стороной гладит пятки, вдруг взял и провел по пяткам жесткой стороной. А что это? – вскликала девушка и вскочила. Когда она встала, парень заговорил с ней. Поговорили они, договорились стать мужем-женой, а девушка-то уже была сосватана с шаг-шага Мергена Тайжо, сына Шазгая Мергена. Уже свадьба готовилась. Жабженей парень пошел на эту свадьбу, а своего ярко-рыжего коня, по семь лет усталости не знающего, пустил в ханский табун, превратившись в вороного коня, с серебряным браслетом на передней правой ноге. Выдавая свою дочь замуж, хан спрашивает у нее, ну, какого коня выберешь себе? У парня с ханской дочерью был уговор, что он своего коня пустит в табун, превратившись его в табун. Табун-то. Сяду верхом на вороного коня с серебряным браслетом на передней ноге отвечает дочь. Откуда в моем табуне появился такой конь? Не подослым ли он врагами, чужаками? Говорит хан. Отец мой, из большого вашего табуна я попросил только одного коня. Вы не можете отказать, должны дать, просит дочь. Хан был вынужден отдать этого коня своей единственной дочери, а конь-то не вороной, а ярко-рыжий, по семь лет усталости, не знающий, не даром превращения обладающей. На крупе было красное, как уголек, пятно, которое помогало ему взлетать ввысь. Как только девушка села на коня, он взлетел, а Шакшага Амаргентайжа, сын Шазгай Амаргена, отлетел назад. Так он упустил свою жену. Десять лет буду искать жену по следам паука, двадцать лет стану искать по следам червяка. Я ее найду, сказал Шакшага Амаргентайжа. Парень на жебжене привез свою жену домой. Стали они жить да пожелать, и конь при них. Муж ходил на охоту, скота у них не было. В это время приехал тот злодей, Шакшага Амаргент, и уйдет его жену. Вернулся с охоты парень, и жены нет дома. Оставила на ему записку, видно, пришел конец, гнаться за мной. Дело трудное, страшный этот человек. Жебжене отправился за ним. Через сутки добрался до того места, где они недавно были. Там от жены тоже была записка. Он спать ложится спиной, на острие железного кончика, наконечника стрелы. Если так он спит, то силен, Шакшага Амаргент, Амаргент подумал, Жебжене и отправился дальше. Устал парень в пути и лег отдохнуть. Жебжене тоже был здоровым. Лежит он, нога на одной стороне речки, а голова на другой. Мимо него проходит табунщик, сел на нос ему и спустил вон. А нос то у него здоровый был, значительно больше моего носа, уточнил сказочник. В разных местах и воздух разных, подумал Жебжене. В это время ярко-рыжий конь, по семь лет усталости не знающий, забил копытами и промолвил, вставай скорее. Поднялся парень и поехал дальше. Догнал Шакшага Амаргент, Тайжо и пустил стрелу, привязав к нему свой кисец с табаком. Покурили они так, обменявшись табаком, и стали мериться силой. Шакшага Амаргент, Сын Шазгай Амаргена, не смог одолеть Жебженея. Тогда Шакшага Амаргент, превратился в жарваранг и полетел. Жебженей стал ястребом, пустился вдогонку и поймал его. Шакшага Амаргент, Сын Шазгай Амаргена, превратился в зерна и рассыпался. Жебженей обернулся, то ли курицей, то ли петухом, собрал все зерна и съел. Так Шабшаней одолел врага, вернул жену домой и зажили там счастливо.